Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Середанка Наталья Юрьевна, эндокринолог, работаю в эндокринологическом научном центре. И мое выступление будет посвящено особенностям диагностики и лечения гипотириоза во время беременности. Я свое выступление построила по типу вопросов и ответов. И первый вопрос, меняется ли функция щитовидной железы во время беременности? Безусловно, потому что беременность является стресс-тестом на патологию щитовидной железы. Щитовидная железа во время беременности в йод обеспеченных районах увеличивается где-то на 10%, а в йод дефицитных районах на 20-40%. И раньше, когда не было еще никаких методов обследования, это, в общем-то, древние века такие, да, как узнавали, беременна женщина или нет, да. После того, как она выходила замуж, да, ей повязывали на шею шнурок, вот, или такую плотную ниточку и смотрели. Если шнурок начинал затягивать щитовидную шею, да, врезаться в шею, то считали, что, да, женщина беременна, потому что увеличилась щитовидная железа. Что происходит с гормонами? Синтестероксина тоже увеличивается примерно на 50%. Увеличивается потребление йода и расход йода примерно на 50%. Также меняется диапазон тиреотропного гормона за счет хорионического гонотропина. Хорионический гонотропин, он по своей структуре, напоминаю, является, в общем-то, тиреотропным гормоном гипофиза. Поэтому, естественно, диапазон его может меняться. Также антитела к тиропероксидазе и к тироглобулину определяются примерно у 10-20% и у тиреоидных женщин. Случайно, да, как бы случайная находка. Вот, у где-то 16% из них ТТГ повысится более 4% в третьем триместре. И у где-то 32-50% разовьется послеродовый тиреидит. Какие же факторы стимулируют щитовидную железу во время беременности? И первое – это хорионический гонотропин. Избыток его приводит, естественно, к изменению уровня тиреоидных гормонов. Что он делает? Он делает по типу тиреотропного гипофиза, он стимулирует выработку тиреоидных гормонов. Тиреоидные гормоны повышаются, в результате уровень тиреотропного гормона по типу отрицательной обратной связи снижается. И наступает ситуация, где нам приходится провести дифференциальную диагностику между гистационным гипертириозом, обусловленным хорионическим гонотропином, и истинным диффузным токсическим зобом или болезнью Грейвиса. По каким параметрам можем осуществлять диагностику? Во-первых, по уровню гормонов. Если при истинном диффузном токсическом зобе, как правило, увеличивается синтез и тироксина, и триотиранина, в регистрационном гипертириозе, уровень свободного тироксина повышается, а уровень свободного тироксина, как правило, остается в пределах нормы. Помогает ли нам УЗИ? Чаще всего, конечно, при диффузном токсическом зобе мы знаем выраженные изменения, снижение эхогенности, неоднородной структуры, усиленная структура, усиленная воскулиризация. При гистационном гипертириозе, как правило, щитовидная железа интактна, то есть она нормальна, но за исключением тем случаем, если у пациентки, например, есть аутоиммунный тиреидит, там тоже будут изменения, поэтому не 100%. Антитела к рецептору ТТГ, да, при диффузном токсическом зобе они высокие, как правило, а при гистационном гипертириозе они отсутствуют. Опять же, может быть их повышение, если есть аутоиммунный тиреидит. Надо помнить, что антитела к рецептору ТТГ вырабатываются не только при болезни Грейса в диффузном токсическом зобе, но и при аутоиммунном тиреидите тоже. Об этом надо помнить, многие об этом забывают. Ну и плюс антитела к ТПО-тереглобулину, опять же, как правило, отрицательные, за исключением случаев, когда есть аутоиммунный тиреидит. В общем, непростая задача, но вполне выполнимая. Второй фактор, который стимулирует щитовидную железу во время беременности, это гиперпродукция эстрогенов. Эстрогены приводят к увеличению синтеза тироксин, связывающего глобулина. В результате тироксин связывается, уровень общего тироксина повышается, а уровень свободного тироксина снижается. И это приводит, опять же, к повышению уровня ТТГ. Следующий фактор – это функционирование плаценты. В плаценте очень много доеденаз, которые меняют тироксин, превращая его либо в активный триотиранин, либо в реверсинный триотиранин. И таким образом возникает относительная все-таки гипотироксинемия, которая также приводит к стимуляции ТТГ. И еще один фактор – это повышение почечного клиренса йода. Обмен йода у беременной женщины происходит совершенно по-другому, чем у беременной. И если, например, в йод-дефицитном районе, вот слева рисунок, здесь, если мало поступает йода, то меньше йода уходит через почки. И большая часть йода направляется в щитовидную железу. В результате она вырабатывает достаточное количество, например, 80 микрограмм тироксина. Но того, что образуется в щитовидной железе за счет поступления йода, все равно недостаточно. Что организм придумал? Он придумал разрушать собственный тироксин, а из собственного тироксина тоже образуется йод, и он идет опять же, поглощается щитовидной железой, и настроение уже тироксина. Но здесь работает механизм уменьшения выброса йода через почки. А что происходит у беременной? У нее вот этот механизм не работает, и она продолжает выбрасывать много йода через почки. Поэтому чем расплачивается организм? Он расплачивается своими собственными тиреоидными гормонами. Они начинают разрушаться, чтобы увеличить выброс йода, который опять идет в щитовидную железу, и там начнется синтез, а выброс гормонов увеличивается почти на 50%. То есть где-то 120 микрограмм уже надо выбросить. А вот почечный клиренс не работает. Как сбрасывал намного йода, так и сбрасывает. То есть опять же щитовидная железа расплачивается тиреоидными гормонами, это приводит к стимуляции выработки ТТГ. Ну вот такая адаптация щитовидной железы в условиях йодного дефицита. В чем же физиологический смысл гиперстимуляции щитовидной железы во время беременности? Она обеспечивает увеличение синтеза тиреоидных гормонов где-то на 20-30% необходимых для развития плода, особенно в первые 12-14 недель, когда щитовидная железа плода еще не функционирует, и она создает резерв тиреоидных гормонов. Почему материнский тироксин так важен для плода? Мы знаем, что формирование функций мозга происходит в основном в первом триместре. И в первом триместре щитовидная железа плода еще не работает, она еще не может накапливать йод и синтезировать тироксин. Поэтому все это происходит в становлении функций мозга за счет тироксина матери. Поэтому очень важно, чтобы у матери был достаточный уровень тироксина. Вот, к примеру, дети с рожденным гипотиреозом, которые рождены от матерей с нормально функционирующей щитовидной железой, будут иметь удовлетворительные показатели по шкале Абгар. То есть это будут совершенно нормальные дети. Но в том случае, если и у матери, и у плода имеется гипотиреоз, то ребенок рождается кретином, и в дальнейшем интеллектуальные нарушения остаются необратимыми. Здесь можно возразить, что такая женщина просто не может выносить беременность. Ничего подобного. Вынашивают, рожают, но выражают, к сожалению, кретином. Наиболее серьезные последствия дефицита йода у беременной. Но, опять же, гиперсимуляция щитовидной железы приводит к развитию зоба. В наших районах, где нет такой тяжелой йодной недостаточности, гипотиреоз не развивается. Он развивается в основном в районах тяжелого йодного дефицита. Сейчас у нас таких районов нет, они ликвидированы. Но развивается относительно гистационная гипотираксиномия. Это важно, потому что она может давать снижение IQ у плода. То есть плод нормальный, все хорошо, но умственный уровень может быть все-таки ниже, чем у тех детей, рожденных от матери с нормальным уровнем тиреоидных гормонов, обеспеченный йодом. Наиболее серьезные последствия дефицита йода у плода. Гиперстимуляция железы приводит к развитию зоба у плода. Опять же, гипотиреоз не развивается в наших регионах, если это, конечно, не врожденная, то есть не генетическая патология. Но йод-дефицитные состояния, то есть снижение IQ у таких детей могут быть. На картинке представлен ребенок, который был рожден от матери с некомпенсированным, к сожалению, гипотиреозом. Как же бороться с йодным дефицитом? Это известный факт. То есть беременные, кормящие женщины должны получать где-то 250-300 микрограмм йода в сутки. Ну, с учетом того, что где-то 100 микрограмм мы в любом случае получаем с пищей, вот, и у нас сейчас нет уже такого, ну, легкие, может быть, йодные дефициты тоже, уже как бы районные, уже действительно обеспечены йодом за счет программ, которые мы проводим. Вот, ну, 200 микрограмм йода женщина должна принимать во время беременности. И для себя, для своей щитовидной железы. А когда начинает уже, начнет функционировать щитовидная железа плода, то, естественно, и для плода тоже. Какие же принципы диагностики функционирования активности щитовидной железы во время беременности? Ну, есть такое общее правило, да, вот, благодаря, там, и американской, и тереоидной, и европейской тереоидной ассоциации. Ну, вот, в регионах, где сохраняется недостаточное потребление йода и не разработаны нормативы ТТГ, считать рентинс интервалов для первого триместра беременности ТТГ от 0,1 до 2,5. Для второго триместра беременности 0,2,3. Для третьего триместра 0,3,3. Вот на эти уровни мы должны ориентироваться. Диагностика гипотириоза у беременных. Ну, это ликбез, об этом, скорее всего, уже говорили. То есть гипотириоз бывает явный, субклинический. Явный ТТГ повышен, Т4 снижен, субклинический ТТГ повышен, свободный тероксин нормальный. А вот у беременных это немножко по-другому звучит, да? Ну, явный, понятно, ТТГ повышен, Т4 снижен, но явным гипотириозом будет считаться ТТГ больше 10, даже если уровень свободного тероксина норма. Но это больше для внутреннего пользования так. И субклинический гипотириоз в норме ТТГ больше 4, это 4 норма, а у беременной ТТГ более 2,5 как бы, тоже будет считаться субклиническим гипотириозом. Но опять же, это для внутреннего пользования. Возможно для беременности при гипотириозе. Безусловно, она возможна, да, и даже при высоком уровне ТТГ беременеют наши женщины. Но надо помнить, что где-то в 10% это бесплодие, что также может быть нарушение менструального цикла, гиперпролактиноэрмия, лакторея и осложнение беременности. Вот, всё это может быть у женщины с гипотириозом. Является ли гипотириоз противопоказанием планирования беременности? Конечно, нет. Но оптимальное целевое значение уровня ТТГ, которому нужно стремиться на этапе планирования беременности, составляет где-то 0,5-2,5 мл на литр. Вот к этому уровню надо стремиться. Почему? Потому что значение IQ у детей, которые рождены от матерей, получавших достаточную дозу левотироксина, и у которой гипотириоз был компенсирован, да, у них, как правило, он совершенно нормальный, не отличается от здоровых ситуаций, где женщина не имеет гипотириоза. А вот у детей, у которых матери испытывали дефицит тиреоидных гормонов, у них уровень IQ значительно снижен. Вот. И также вот были работы проведены по поводу смертельного исхода, то есть смерти плода. Тоже, чем выше уровень ТТГ, тем чаще, больше, выше процент мертворождения. И для нас, что нам важно? Важно проводить тестирование ТТГ всем женщинам, планирующим беременность. И все женщины, которые принимают уже левотироксин натрия перед наступлением беременности, также должны проходить исследование на уровень ТТГ. При наступлении беременности доза левотироксина натрия увеличивается, как правило, на 25-30%. Ну, а обычно это 50 микрограмм. И контроль ТТГ поддерживать желательно менее 2,5, и свободный тироксин высоконормальный осуществляется каждые 8-10 недель. При впервые же выявленном гипотириозе назначается сразу полная заместительная доза левотироксина натрия из расчёта 2,3 микрограмм на килограмм веса. Потому что мы не знаем потребность в тироксине при впервые выявленном гипотириозе. И мы не можем ждать, когда мы её действительно рассчитаем. Оценка эффективности лечения гипотириоза во время беременности должна проводиться прежде всего по уровню свободного тироксина. Потому что, когда мы впервые назначаем тироксин, уровень ТТГ снижается достаточно медленно, на него ориентироваться невозможно. Поэтому ориентируемся на уровень свободного тироксина, который должен быть высоконормальным и, может быть, даже превышать верхнюю границу нормы. Отличается ли тактика ведения беременных с клиническим и субклиническим гипотириозом? Ну, так же, как и при клиническом и при субклиническом гипотириозе, ну, как бы в меньшем проценте, там, около 3%, развивается осложнение беременности. Ну, поэтому, да, мы должны обязательно лечить субклинический гипотириоз. И вот в этом самые большие трудности. При субклиническом гипотириозе во время беременности терапия левотироксином натрия рекомендуется женщинам с положительными антителами и уровнем ТТГ от 4 до 10. Это в обязательном порядке. При субклиническом гипотириозе во время беременности терапия левотироксином натрия может быть рекомендовано женщинам с положительными антителами и ТТГ от 2,5 до 4. Не все ассоциации так рекомендуют, но мы так рекомендуем. Женщинам при отсутствии антител, то есть как бы нет природы гипотириоза, но с содержанием ТТГ более 4 и меньше 10, также можно рассмотреть вопрос о назначении левотироксина натрия. Ну и как правило, стартовая доза при субклиническом гипотириозе составляет 50 мкг в день и более. Надо ли уменьшать дозу левотироксина натрия после родов? Так, безусловно, мы уменьшаем и мы возвращаемся практически к исходной, а потом уже делаем контроль. Плод родился, он сам себя уже обеспечивает сериоидными гормонами, йод он будет получать с молоком матери. Для женщин это, в общем, норма, уменьшить дозу. На плод это никак не повлияет. Послеродовый тиреидит. Послеродовый тиреидит ассоциируется с антителами к терапироксидасе. Если антитела присутствуют в первом триместре, то риск послеродового тиреидита составляет около 50%. Если антитела присутствуют в третьем триместре, то риск составляет уже 80%. Высока вероятность рецидива послеродового тиреидита после последующих беременностей. Это 70%. Всегда мы беременную женщину предупреждаем об этом, что она должна, если она плохо чувствует, и вообще в любом случае она где-то через 2-3 месяца уровень антитела к терапироксидасе должна исследовать. Послеродовый тиреидит встречается где-то у 5-9% женщин на первом году после родов. И у женщин, страдающих диабетом первого типа, встречается в 3 раза чаще. Ассоциировано ли носительство антител к терапироксидасе с самопроизвольным прерыванием беременности? Да, проведены были исследования, которые показали, что самопроизвольное прерывание беременности удваивается при наличии антител к терапироксидасе. И также неудача ЭКО. То же самое. Частота вот этих вот неудачного экстракорпорального оплодотворения тоже при наличии антител увеличивается. Объяснение этому пока вот такого нету четкого. Вода, сами антитела к терапироксидасе не действуют на уровне уже репродуктивной системы. Но, скорее всего, поскольку аутоиммунные процессы универсальны, не могут наблюдаться и в других органах, скорее всего, там и репродуктивная система может страдать от аутоиммунного процесса. Ну и спасибо за внимание.